В эфир телеканала Хабар 24 снова заступила дневная смена. Я Каэржан Смогулов. Здравствуйте. Несколько интересных идей по развитию туризма в Казахстане обсуждают в Министерстве культуры вместе с представителями отрасли. Одна из идей разрешить фермерам строить на своей земле так называемые глэмпинги, не меняя целевого назначения участков. Должно получиться своего рода развитие агротуризма. Кроме того, предлагается строить инфраструктуру на территории национальных природных парков. Это уже экотуризм. Пока же из нововведений есть туристический сбор, и скоро может появиться туристский кэшбэк. Давайте обсудим их и другие факторы развития туризма в Казахстане. Итак, на прямой связи с нашей студией сейчас находятся директор ассоциации Центра развития городского туризма Татьяна Верницкая, управляющий директор национальной компании «Казахтуризм» Даниэль Сержанулы, директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова, а также эксперт в области туризма Айханом Алтенбековым. Добрый день, уважаемые гости. Я предлагаю начать с того изменения, которое уже, в общем-то, я, насколько понимаю, вступило в силу на законодательном уровне, но как механизм, так сказать, пока еще не включилось по одной простой причине, потому что сейчас идет процесс, так сказать, согласования этих, собственно, размеров туристских сборов. Речь идет о сборе с иностранных туристов, так называемый, если я правильно запомнил название, «бэт-такс», так сказать, налог с постели. Господин Сержанулы, как представитель, так сказать, государственного органа, ответственного за развитие туристской отрасли в стране, что можете сказать о плюсах и минусах и, так сказать, назначении всего этого? Ну, в конце концов, на мой взгляд, с учетом того, что Казахстан как-то трудно назвать туристическим центром мира, куда стремятся все иностранные туристы, вот мы с них стали еще, будем, точнее, брать плату. Зачем, почему, в чем плюсы и минусы? Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хочу сразу разграничить, то есть, я представляю здесь казахтуизм, это национальная компания, созданная при правительстве, но мы не госсорды. Чтобы четко понимать, законодательные меры осуществляются Министерством культуры и спорта, Казахстане, я могу прокомментировать, либо рассказать о них как сторонние эксперты, да? Безусловно. В первую очередь, бет-такс, это налог с так называемой койкой вместо, да? То есть, с иностранного туриста, у нас он называется туристический взнос, это не налоговый платеж, который аккумулируется в местном бюджете. Уже где-то, по данным министерства, свыше 30 маслехатов, районов разных городов, утвердили свои ставки от 1 до 5%, но в среднем, если по сравнению взять, в усредненном показателе, это 1,5% сейчас от стоимости номера, установили различные ставки разные регионы. Зачем это нужно, да? То есть, вот, упомянули, что мы не являемся как таковым мировым туристическим центром, но у нас уже в стране есть порядка 1 миллиона иностранных туристов, которые приезжают ежегодно. Каждый из них останавливается в среднем 2, либо 3 раза, ну, 3 дня в стране, да? Это нам дает, соответственно, 2-3 миллиона ночевок. А у нас бет-такс берется, так скажем, с каждым ночевок, да? То есть, так можно аккумулировать в местном бюджете где-то 2,5-3 миллиарда тенге. И насколько я понимаю, и насколько я понимаю... Почему это необходимо? Прошу, 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 прошу. Я извиняюсь, я не до конца ответил на ваш вопрос. Да, я просто хочу, скажем так, предположить, что, скорее всего, речь идет о том, чтобы вкладывать эти деньги в инфраструктуру, правильно? Я извиняюсь, я извиняюсь, дайте мне, пожалуйста, рассказать. Вот почему это необходимо? Да. Ну, у нас закон, он довольно молодой. Ему 20 лет всего закон о туристической деятельности, и понятно, что он проходит свой какой-то этап становления, да? И это как раз-таки один из таких мер, которые направлены на то, чтобы укрепить институт у нас туризма. Вот представьте регион, который начнет получать прямой доход от туриста, видеть экономический его эффект, оценивать его, мы автоматом получаем заинтересованный местный исполнительный эффект. А это как раз-таки акиматы, которые должны строить дороги, туалеты и решать другие инфраструктуры. То есть он не сколько может быть сразу денежный эффект, а вот сколько вовлеченности дать, на мой взгляд. Ну, вот как раз-таки я, собственно, пытался вставить фразу о том, что, скорее всего, речь идет о том, чтобы, так сказать, эти саккумулированные средства пошли на развитие туристской инфраструктуры в том или ином регионе. И каждый, по сути, регион для себя их, так сказать, зарабатывает. Если я правильно понял, конечно... Привет. Да, хорошо. Ну, в общем-то, в общем-то, скажем так, цель, на мой взгляд, неплохая и, так сказать, имеет право на существование. Тем более, если она будет достигнута, это сыграет только в плюс для туристической, так сказать, привлекательности страны. Но, тем не менее, так сказать, возникли споры по этому поводу в профессиональном сообществе. Что ж, госпожа Верницкая, ваше, так сказать, видение того, собственно, нужен ли Беттакс, нужен ли в таком виде и нужен ли сейчас? Ну, на самом деле, наша ассоциация представляет собой мнение отельеров, мнение туроператорских компаний. Ну, наше мнение такое, что на данный момент это преждевременная мера. Почему? Потому что сейчас, поймите правильно, мы не против введения туристского взноса, но постановление в том виде, в котором оно сейчас есть, оно задает огромное количество вопросов, и на которых на данный момент нет ответов. Поэтому первая задача, это сейчас внести изменения в постановление, так, чтобы у хозяйствующих субъектов не возникало вопросов. И пока мы будем вносить эти изменения, желательно, чтобы ставка была ноль процентов, фиксированная сумма, главное, чтобы это было ноль, потому что, ну, пока мы не сделали, не внесли изменения в постановление, невозможно работать, потому что вопросы, ну, каждый день возникают. Ну, вот на данный момент сейчас мы получили ответы из комитета госдоходов, там четко написано, что мы обязательно должны выбивать кассовый чек, но в то же время написано, что поскольку это недоход, то счет фактуру можно не давать. Ну, когда идут корпоративные клиенты, которые оплачивают, они, естественно, каждый чек хотят иметь счет фактуру. Здесь вот вопрос. Ответ вроде есть, вопрос все равно стоит. Потом задача по поводу того, что эти деньги реинвестируются в туризм. Видите ли, в постановлении не написано, что эти деньги уйдут исключительно на развитие туризма, и поэтому мы очень сомневаемся, что оно действительно уйдет на развитие туризма. Ну, то есть, как бы поправить плитку в очередной раз, это что же вроде бы как для развития туризма, но на самом деле нашим туристам надо немножко другое. И здесь, видите, вот в Астане, допустим... А что именно? Ну, вот смотрите, в Астане, допустим, 219 отелей. И наш Акимат считает, что чем больше у нас отелей, тем лучше мы развиваем туризм. На самом деле, сейчас надо уже ставить не планкой такой не количество отелей, а количество заполняемости в отеле. То есть, если отели заполнены на 25%, это не говорит о том, что у нас здесь замечательно туристы ходят в огромном количестве. Нет, туристов на самом деле мало, и нам надо расширять туристский сезон, нам надо делать более интересные экскурсии, нам надо те же туалеты в огромном количестве иметь, чтобы они еще и работали. Да, но с другой стороны, на строительство этих самых туалетов как раз-таки нужные деньги, о которых вот только что шла речь, что они могут быть с этим угодно. Ну, на самом деле, нет, это не совсем так. Можно и чуть по-другому решить вопрос с туалетами, особенно в городе. Ну, хорошо. Как говорится, красивая цифра 3, да, вот вы перечислили две проблемы, если еще какие-нибудь, две, точнее, задачи, если какую-нибудь еще упомянете, так сказать... Ну, знаете как, вот эти 2,5 миллиарда я просто-напросто умножила, разделила на количество жителей в Казахстане, получилось 127 тенге всего. Сумма небольшая, на самом деле, она прям маленькая. Понимаю. Хорошо. Хорошо. Что ж, хотелось бы тогда выслушать директора Казахстанской туристской ассоциации Рашиду Шайкенова. Госпожа Шайкенова, так сказать, ваше мнение в данном случае, на чьей стороне выступите? Наверняка поддержите коллег, наверное, да? Добрый день. Ну да, мои коллеги отчасти озвучили сейчас проблемы, связанные с введением туристского сбора или городского налога, как его называют. Хотя наш комитет госдоходов сегодня категорически требует, чтобы мы не называли это налогом, потому что это не будет учитываться в налоговой базе. Но при этом я хотел бы обратить внимание на позицию отельеров, членов и позицию туроператоров, связанность с введением туристского сбора. Значит, мы, конечно, выступаем за фиксированную ставку, потому что есть высокий сезон в отелях, есть низкий сезон в отелях, и цена в отелях достаточно часто используется как маркетинговый инструмент. И если сегодня туроператор должен будет сообщить нашему предстоящему гостю, что это туристский сбор будет составлять вот такую сумму, то завтра он должен будет ее поменять и так далее, и так далее. То есть удобство конечного потребителя, вернее, плательщика этого сбора для нас очень важно. Его понимание, его отношения. Вообще парадокс в том, что в мире городской налог или туристский сбор вводился тогда, когда хотели ограничить поток туристов. А второй момент был связан с тем, что туристы, особенно экологические, экотуристы, они готовы вкладывать в те страны, где они посещают природные ресурсы, где они готовы вкладываться в местные сообщества. И поэтому это не вызывает сопротивление. Но однозначно вызывает сопротивление, что этот туристский сбор это 5% от стоимости проживания. Вот посмотрите, пожалуйста. В пятизвездочном отеле туристский сбор будет составлять 131 доллар за 5 дней проживания. В категории, в пятерке, но меньше статусом, это будет стоить 33 доллара. В четверке и в тройке это будет стоить порядка 26 долларов за 5 дней. Тогда, когда в таких крупных городах, которые испытывают большое давление со стороны туристов, как Рим, как Париж, это 2,5-3 евро в день. Вот она фиксированная ставка, и она не будет вызывать у наших гостей никаких вопросов с этой плячушей цифрой или наоборот с большой цифрой. То есть вы абсолютно правы были, когда сказали, мы еще пока не позиционируемся как страна, в которую валит весь мир. И поэтому, конечно, такие высокие суммы туристского сбора это проблема. Это проблема для того, чтобы мы были достаточно привлекательны, гостеприимны и ждали. Следующий момент, то есть 5% это очень высокая ставка от стоимости проживания. И не надо привязывать ее, как сделали во многих странах, к стоимости проживания. Потому что фиксированная ставка это наиболее удобный вариант. Механизм реализации, вот мои коллеги уже говорили, что никто не против, мы уже созрели, мы уже дошли до того периода, когда мы хотим, чтобы туристы вкладывали наши гости, вкладывали в развитие туризма в нашей стране. Мы будем рассчитывать на их деньги. Хорошо. И последний момент, извините, пожалуйста, немаловажно. Я об этом очень часто говорю, хочу еще раз повториться. Целевое назначение. Нельзя, чтобы эти деньги пропадали в общем котле налоговых сборов. У этих, и это должно быть прописано в постановлении, что у этих денег есть целевое назначение. Это должно быть направлено в сферу туризма. Спасибо. С этим не поспоришь, согласен. Хорошо. Итак, у нас есть еще один эксперт в области туризма, госпожа Алтенбекова. Госпожа Алтенбекова, так сказать, ваше видение того, собственно, скажем так, что делать, как быть с этим самым, значит, туристским сбором. И, опять же, так сказать, если у вас есть какая-то информация относительно того, насколько этот сбор в других странах, так сказать, вещь привычная или непривычная, если я не ошибаюсь, в Узбекистане, по-моему, вот у наших соседей тоже он существует. Все верно. Добрый день. Я, конечно же, поддерживаю точку зрения своих коллег, да, и Татьяны, и Рашиды Рашидовны. В первую очередь, то есть я от имени всех ательеров, по крайней мере, города Астаны могу смело заявить о том, что туристический налог, то есть взимание данного сбора, это общемировая практика. И мы, ательеры, абсолютно согласны с данной практикой, да, то есть есть этому, ну, в принципе, есть этому логическое объяснение, да. С чем мы на сегодняшний день не согласны, так это с самим механизмом, то есть он четко не прописан, он четко не аргументирован и нету каких-либо алгоритмов, да. Поэтому от имени ательеров я могу смело заявить о том, что мы хотели бы в первую очередь на 2023 год попросить правительство внести мораторию с нулевой ставкой, будь она процентная, будь она фиксированная, потому что мы не знаем, как взимать данные деньги с туристов и дальше их обрабатывать, да, то есть какие документы предоставлять, там нету четких правил, как говорится, да, потому что каждый человек, который платит, особенно иностранные туристы, да, они непосредственно просят документы, либо чеки на любую вещь, за которую они заплатили. Наши как раз-таки государственные органы сказали, что на данный туристический сбор никаких документов, то есть никаких чеков, в принципе, мы можем не выбивать, не пробивать, не предоставлять. Вот, тут стоит очень такой вопрос о том, что могут возникнуть какие-то серые механизмы, да. Что касается мирового уровня, то есть у меня был опыт работы и в Швейцарии, и в Испании, к примеру, во время работы в Барселоне, туристический взнос состоял 4 доллара с номера за сутки проживания. Хочу напомнить, вот сейчас Рашидар Рашидовна говорила о том, что 33 доллара, 26 доллара, да, в зависимости от категории звезд, это мы говорим за сутки с человека, то есть если проживают двое людей, вы должны умножить эту сумму на два, то есть это уже огромная сумма, а если это будет четверо, а если это будут дети, да, потому что в нашем постановлении нет четкого объяснения, то есть берутся с детей данная сумма или нет. То есть сейчас мы говорим о человеке, об иностранном туристе и о сутки проживания за каждого человека. Далее, нет четкого понятия, то есть кто такой турист, да, то есть именно вот в данном постановлении. У нас есть сейчас туристы, которые, ну как, есть иностранные гости, да, которые имеют какие-то трудовые отношения с республикой, да, Казахстан. Они играют за хоккейные клубы, за футбольные клубы, это представители министерств иностранных дел и так далее. Ну, в общем, приехали по работе, да. Да, да, то есть с них мы также берем или не берем, а если не берем, то на основании чего? То есть мы сейчас должны будем привлекать дополнительные силы, да, а это уже расход каждого отеля в плане взять человека, который будет с утра до вечера, да, проверять все трудовые отношения с данными, то есть у данного туриста имеются ли трудовые отношения с компанией, да. То есть это же конфиденциальная информация, такую информацию никто практически кроме работника и работодателя не должны знать. А сейчас отельерам придется эту информацию собирать. Я понимаю, я понял, госпожа Алтынбекова, да, я понял. В общем, если, скажем так, резюмировать, то я прихожу к выводу, что представители отрасли в целом принципиально не против самого Бэттакс, но речь идет о том, чтобы, так сказать, снова сесть за круглый стол и проговорить более четко правила игры, суммы и так далее и тому подобное. Но получилась ситуация, когда у нас господин сержант Лу оказался несколько в меньшинстве, вот он озвучил официальную точку зрения и потом прозвучало три мнения от представителей отрасли в принципе более-менее в одном русле. Поэтому я думаю, что для того, чтобы, скажем так, уравновесить баланс мнений, я еще раз предоставлю слово управляющему директору национальной компании «Казахтуризм». Господин сержант Лу, можете прокомментировать любой из моментов или, так сказать, просто в целом ответить, что пожелаете нужным, так сказать, в данном случае вашим коллегам? Да, спасибо большое. Я, к сожалению, двух последних спикеров, ввиду плохой связи, не услышал. Ну, примерно то же самое. Основные пойнты, я так думаю, что, вот, которые Татьяна Сергеевна как раз-таки озвучила, да? Вот, справедливости ради, я хотел бы отметить, что встреча по Бет-таксу уже проходит на, ну, уже довольно на систематичном состоянии. Практически каждую неделю мы встречались, на прошлой неделе были в Бурабае, до этого в Астане встречались. И вот как раз-таки мы там с тоже рынком договаривались, что до 1 февраля они соберут все свои пожелания, поэтому уже, так вот, централизованное мнение рынка, что им хотелось бы поменять в краткосрочном перспективе. Вот эти моменты, что касается детализации, пояснения, они будут внесены, как министерство сказало, уже по итогам первого квартала. А какие-то большие изменения, например, переход с процентной ставки на фиксированную и так далее, и так далее, они будут уже по итогам года, уже как регуляторное его воздействие посмотрят, это имя, и по итогам года рассматривают вносить какие-то изменения. И вроде бы тогда весь рынок как раз-таки согласился. Вот как раз Татьяна Сергеевна, сводящая в этом вопросе, чтобы мнение рынка консорридировать, так скажем. Хотел бы также прокомментировать насчет вот других стран. Хороший вопрос у вас прозвучал. Там изучался опыт всех стран, в том числе и наших соседей, того самого Узбекистана, который сейчас думает о том, чтобы переходить наоборот с фиксированной ставки в процентные, потому что с фиксированной ставки там тоже есть свои нюансы. Представьте отель, который стоит, если ставка будет условно 1000 тенге, представьте отель, который стоит 1000 тенге, в него заселяются 3 человека, это уже 3000 тенге, это уже 30%. Соответственно, такие моменты нам надо будет взвесить, учитывать. Пока что применить нулевую ставку, как просит рынок, или отменить, отложить его, мне кажется, это такой немного невозможная мера. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы посмотреть, как это работает регуляторно, и по ходу его уже исправлять, адаптировать. Ну хорошо, насчет возможно-невозможно ничего сказать не могу, я не специалист в этих вопросах, но лично мое мнение и ощущение, что люди между собой договариваться в принципе всегда могут. Но, чтобы закрыть просто тему, в данном случае тему именно въезда иностранных туристов, предлагаю посмотреть очень-очень небольшой материал, который подготовили мои коллеги. Этот материал показывает, собственно, цифры по въездному туризму в Казахстан. 610 тысяч иностранных туристов посетили Казахстан за 9 месяцев 2022-го. Это в три раза больше, чем годом ранее. Больше всего туристов посетило Алматы, Астану, Алматинскую, Акмолинскую и Восточно-Казахстанскую области. Всего государственную границу, по данным пограничников, пересекли почти 3,5 миллиона иностранцев. Тур-объекты оказали услуги на сумму 160 миллиардов тенге. В целом, единовременная вместимость казахстанских гостиниц, под данным Бюро нацстатистики, превышает 200 тысяч койко-мест. При этом заполняемость номеров оценивается в 30%. Средняя стоимость койко-суток по стране – менее 10 тысяч тенге. Самые высокие цены – в Алматы, Астане и Мангистауской области. Друзья, я на 45 минут эфира сформулировал порядка 18-19 вопросов. Но мы на первом вопросе 20 минут потратили. Поэтому давайте сделаем так. Я упрощу схему максимально. По большому счету, вопрос, который самый главный, наверное, с моей точки зрения, я могу ошибаться как дилетант, но тем не менее. Вопрос самый главный, мне кажется, как развить въездной и внутренний туризм в Казахстане. Что сделать для того, чтобы привлечь, привлекать туристов, чтобы они отдыхали именно у нас в стране. Я в данном случае говорю не только об иностранцах, но и о наших. Потому что, ну вот, как человек, имеющий небольшой хотя бы опыт внутреннего туризма, могу со своей колокольни сказать, что, наверное, одна из больших проблем отдыха на наших казахстанских курортах, это то, что туристу, по большому счету, заняться особо нечем. То есть я помню, как там отдыхал с семьей на Балхаше, и там помимо лежания на пляже, поедания копченой рыбы и так далее, в общем-то, больше делать было нечего. Но это лично моя точка зрения. Может быть, у вас, как у профессионалов отрасли, есть другое видение. Госпожа Верницкая, давайте начнем с вас. Ваше мнение о том, какие задачи в первую очередь надо решать, в каком направлении? Я думаю, что самую первую задачу, которую надо решать, это наполняемость туров. То есть это необходимо. Места размещения у нас есть, красоты у нас есть. Теперь наша задача готовить качественных экскурсоводов, аниматоров и делать качественные туры. Проще говоря, развлекать туристов. Развлекать туристов, потому что надо же тур этот наполнять. Вот сейчас у меня едет российская группа, которая спрашивает, а чем мы можем заняться в конкретный день, в конкретном месте. И наша задача иметь календарь событийный, причем мы уже говорили на коллегии, Даниэль говорил об этом, о том, что у нас должен быть этот событийный календарь не только от министерства, а он должен быть все казахстанский. То есть там должны быть и частные мероприятия, и государственные мероприятия. А то у нас большей частью мы узнаем постфактум, что что-то произошло. А мы должны вперед, потому что мы же вперед продаем. То есть вот на данный момент я продаю уже июль месяц. Туристы собираются приезжать в июле. Да, но туризм всегда так работает. Мы работаем в глубину. И поэтому нам за полгода надо вперед. И вот это постановление Беттакса, оно как-то по голове тюкнуло, потому что уже туры-то проданы, собственно говоря. То есть мы постфактум уже будем что-то... И вынуждены предупреждать гостей, что, так сказать, будут еще траты. Да, да, да. Ну и понимаете, получили люлей очень даже хороших. Ну хорошо. А, так сказать, вообще, так сказать, обычный, среднестатистический иностранный турист, который едет в Казахстан, кто он, откуда он и зачем он едет? Ну, надо понимать, что сейчас едет в основном это российский турист. Но он всегда к нам ехал, потому что у нас самая большая протяженная граница в мире с Россией. Ну, соответственно, это наши туристы. Сейчас ему еще и ехать особо некуда. Да. Ну, надо этим пользоваться. Едут российские туристы, едут китайские туристы транзитом, едут туристы европейские. Но сейчас немножко сложно им ехать по той простой причине, что очень подорожал перелет. Очень сильно подорожал. И в то же время нельзя забывать, что наши соседи Узбекистан и Кыргызстан делают все возможное для того, чтобы к ним тоже ехали эти самые туристы. Ну да, конкурируем. И, да, мы, собственно говоря, конкурируем на рынке. Поэтому наша задача предоставить такой продукт, которого нет у них. У нас есть для этого абсолютно все. Нам просто надо с этим работать. И, ну, я же, как говорю, нам надо поддать свой продукт. Очень интересно. Хорошо сказано. Что ж, госпожа Шайкенова, ваше видение и, так сказать, ну, рекомендации, что ли, или рецепты решения. Своего рода, так сказать, сейчас маленький мозговой штурм по разработке своего рода какой-то концепции, что ли, и так далее. Наверняка у вас, у профессионалов есть это видение. Да, конечно, есть видение, потому как мы давно и долго сидим в туризме, работаем в туризме. Я хотел сказать, сегодня у нас идеальная ситуация. Порядка 78 стран безвизовых. Уникальный абсолютно случай для Казахстана, когда граждане Ирана, Китая и Индии могут приехать без визы на 14 дней. Это абсолютно уникальные условия. Поэтому сегодня рынку совместно с регулятором и региональными управлениями туризма остается одно. Развивать, продолжать развивать инфраструктуру. Очень много вопросов по транспортной доступности наших ресурсов. Очень много вопросов, связанных с качеством услуг, соответствия цены и качества. То есть, несмотря на то, что мы стали сегодня достаточно дешевыми для стран, которые используют валюту доллара и евро, тем не менее, вопрос соотношения цены и качества очень должен быть важным. И, конечно, это общая политика, это идеология туризма в стране, которая сегодня должна формироваться у всех, и в том числе и у местного населения, а для того, чтобы стать по-настоящему, не на словах, по-настоящему гостеприимными и предоставлять хорошие условия для наших гостей. И тогда у нас никогда не будет проблем с различными присутствиями нами, нами, в каких-то рейтингах на последних местах. Ну, насчет рейтингов не знаю, а вот что касается, ну, скажем так, участия местных жителей в тех или иных туристических делах в бизнесе, то лично у меня есть такое впечатление, что иногда казахстанцы воспринимают развитие туризма только как задачу государства. Но однажды, да, однажды я наблюдал, простите, пожалуйста, наблюдал очень интересный опыт, когда в Боровом наткнулся на... Ребята местные сделали, знаете, что-то вроде такой комнаты страха, причем сделали ее из каких-то досок, фанеры и так далее, то есть просто сделали квадратное помещение, куда не попадает свет, разделили перегородками на коридор и там, значит, запускали за небольшую, совершенно символическую плату туристов, которые могли с крохотным фонариком походить и побояться. И там ходил еще какой-то аниматор, который просто стучал по стенам и просто выл так страшно. Это было совершенно дешево, это было совершенно вот ничего не стоило в плане постройки и так далее, но это было здорово, люди там орали, веселились, оттуда выбегали с визгами и это запоминалось. Ну, то есть я имею в виду, что не обязательно, наверное, делать там огромные многомиллиардные вложения для того, чтобы был какой-то интересный результат. Не всегда. Как вы думаете? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Хорошо, что ж, так, господин Сержанулы, я думаю, что, так сказать, вы как не представитель госоргана, да, вы совершенно верно заметили, что казахтуризм не госорган, но как представитель национальной компании сможете в конце, так сказать, подытожить все, что будет сказано и было сказано. А пока что хотелось бы выслушать госпожу Алтенбекову и, так сказать, опять же попробовать сравнить, то, что у нас есть и, так сказать, то, что нам нужно, с каким-то, может быть, международным опытом, коль скоро он у вас присутствует. Госпожа Алтенбекова. Да, спасибо большое. Я, на самом деле, присоединюсь вот к мнениям своих коллег. Также хотелось бы добавить, что все-таки, как бы, пиар, да, он нужен всегда. Помимо пиара, хочется напомнить о том, что вот госпожа Рашидаршина сказала, что качество имеет место быть, да, это качество на сегодняшний день предоставляют люди, которые работают в сфере туризма, да, и очень бы хотелось, чтобы именно сфера образования в сфере туризма, она развивалась еще больше, да, то есть у нас на сегодняшний день не так много университетов и колледжей представлены на рынке Казахстана, вот, и хотелось бы, чтобы непосредственно это направление тоже развивалось, потому что наша молодежь, у них должно быть понятие о том, что туризм – это один из масштабных источников привлечения доходов в Казахстане. Согласен, согласен, спасибо. Я понял, я понял вашу мысль, простите, пожалуйста, просто у нас осталось буквально 3-4 минуты, хотелось бы, чтобы... Можно, а я все-таки добавлю, а 2 секунды что займу? Вот смотрите, кроме... Госпожа Шайкенова, простите, в этот момент вас переключали, звук пропал на... Будьте добры, аккуратко повторите, пожалуйста, вашу мысль. Значит, я абсолютно согласна с Айгерим, относительно обучения, но обучение, я еще акцентировала бы внимание на том, что нам надо учить рынок, нам нужно повышать квалификацию рынка. И вот сегодня у Казахтуризма есть очень хорошие проекты по повышению квалификации. Я считаю, что вопрос качества услуг, он лежит в плоскости повышения квалификации и стандартизации всех наших услуг. Отлично, замечательно, тут не поспоришь. Что ж, господин Сержанул, вам предстоит поставить точку в нашей беседе. Ваше предложение, что готовится, что будет? На самом деле, вот когда вы начали озвучивать повестку сегодняшней такой встречи, мне они очень резонировали, отозвались, потому что вот вещи, которые касаются развития Айгертуризма, то есть повышения сельского населения, мне кажется, на наш такой взгляд играет ключевую роль. Вы правильно отметили момент повышения населения. В целом, мы через такие тренинги, вот совместно с Рашидро-Рашидовной, совместно с другими организациями, проводим тренинги в сельских местностях, чтобы вовлечь их в процесс организации туризма. Это, понятно, займет некоторое время, но уже более 500 наших граждан в сельских местностях, они охватены такими тренингами, они открывают крестевые дома и так далее. Но представьте, этих ферм у нас в сельских местностях свыше 200 тысяч, и если хотя бы 1% займется агротуризмом, это порядка 5-6 тысяч дополнительно занятых людей у нас будет. Там создать занятость в городах либо сельских местностях, это у нас не одно и то же, к сожалению, и там все занятость остается намного тяжелее. Туризм как раз-таки один из таких инструментов. Но я хотел в целом подчеркнуть, что сейчас много что делается в туризме, начиная от такой работы на уровне институтов, законов. Мы пытаемся вместе с рынком развить экотуризм, эко-агротуризм и другие виды туризма. Работа ведется практически по всем фронтам, и что нам сейчас нужно, это как раз-таки, мне кажется, преемственность, то есть отработать вместе. Принятое решение 3-5 лет назад доводить уже до конца, чтобы мы уже в ближайшее время увидели плоды этой работы уже. Кстати, насколько я знаю, что касается временных промежутков, речь сейчас в том числе идет о том, чтобы увеличить, ну скажем так, временные промежутки, в течение которых субсидируются туристические инвестпроекты. Если я не ошибаюсь, есть такая мысль? Ну, с прошлого года, с прошлого года, вообще впервые были внедрены меры господдержки в туризме. Там тоже весь прошлый год мы смотрели регуляторные его воздействия. Сейчас по итогам, например, по программе КИСГОФРИ, когда дети могут полететь бесплатно в составе семейных турпакетов, мы сокращаем время возмещения этих субсидий. По другим проектам частота возмещения сейчас осматривается. То есть все эти рабочие моменты, то есть когда-то у нас не было этих методов поддержек, мы обсуждали, как их внедрить, сейчас мы уже обсуждаем, как их уже улучшить, как их сделать более применимыми и так далее. Но в целом, я думаю, совместным усилием мы это сможем сделать. Безусловно. Что ж, огромное спасибо. От себя добавлю, что действительно в этой сфере наверняка масса вопросов, которые необходимо решать вместе и представителям соответствующих министерств, ведомств и нацкомпаний, и представителям отрасли. Тем более, что в этой отрасли достаточно много подподразделений, которые, так сказать, каждый из которых отвечает за свою часть, но каждая из которых в целом важна для развития туризма в целом. С этим не поспоришь. Самое главное, чтобы этот диалог продолжался. Сегодня, так сказать, начало разговора было довольно-таки непростым, но я думаю, что такие встречи нужны для того, чтобы стороны друг друга слышали и обменивались мнениями. Огромное спасибо всем экспертам, которые приняли участие в этой беседе и ответили на все вопросы. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу. В эфире телеканала Хабар 24. Увидимся завтра. Всего доброго.